Привет, друзья! Центр города Каус, и сегодня мы с вами совершим небольшую прогулку по городу Каус на острове Уайт. Но прежде чем я начну рассказывать вам и показывать сегодняшнюю нашу историю, я бы хотела опять напомнить вам, друзья, пожалуйста, не забывайте ставить лайк, смотреть рекламку и подписаться на канал, кто еще не подписан. Я не в каждом видео напоминаю вам об этом, но сейчас, друзья, я уже говорила, что у меня день рождения в конце января после крещенских морозов, начинается оттепель и мое день рождения. Так вот, мне бы хотелось, чтобы хотя бы 70 тысяч подписчиков у меня было. Как поздравление мне от вас! Осталось всего 700 человек. Я бы, конечно, хотела замахнуться и на 100 тысяч подписчиков, потому что это уже совсем другая история, друзья. Там присылают в подарок кнопку от Ютуба, вы знаете, ну, кнопку просто такую нарисованную, но тоже интересно. Человек переходит в какую-то новую вот такую вот ступень. Ютубер я имею в виду. Ну, поэтому, друзья, пожалуйста, подпишитесь, кто еще не подписан. Сделайте мне подарок дню рождения. Ну, а сегодня, друзья, что у меня будет для вас в этом видео? Во-первых, по многочисленным просьбам я еще раз хочу вам показать старый антикварный магазин английский. Вот как это все здесь выглядит. Он здесь в каусе, в самом центре этот магазин. И я надеюсь, что вам понравится. И вторая часть этого видео в конце будет для вас сюрпризом. Я расскажу о своем дне рождении. Итак, друзья, усаживайтесь поудобнее. Давайте посмотрим. Здесь уже давным-давно. Вот еще один антикварный магазин. Я брожу здесь уже давным-давно. И, по-моему, меня уже даже начинают замечать. А вот я специально не выключила камеру и показала вам, как я обычно при входе в какой-то магазин сразу спрашиваю разрешение на съемочку. Ну и чаще всего мне, конечно же, разрешают. Обратите внимание, как здесь здорово. It's amazing. Very nice. Здесь мебель старинная, посмотрите. Кресло, бюро. Ну, в общем, всего очень много. Я даже, я не буду, надеюсь, я ничего тут вам не смогу нового сказать. Я не буду ничего объяснять. Просто покажу, а вы посмотрите. Вот этот старинный комод. Это уже антик, антикварный. Я показывала вам до этого антикварный магазин. И так как он называется по-английски антик, сказала античный. Вы знаете, иногда, конечно, вот такие вот ошибки происходят. Но вы, я надеюсь, меня простите. Потому что сложно иногда сразу с одного языка перескакивать на другой. А я ведь разговариваю по-русски только с вами на камеру. А в остальном я говорю по-английски. Я остановилась, показываю вам вот этот старинный бархатный диван, софа. Посмотрите, какая она великолепная. Вот это инкрустация. Но это не бронза, это под бронзу дерево. И давайте пройдем еще по другой стороне. Покажу вам. Какое-то интересное платье. Я даже не пойму. И приучи тут какие-то пуговицы, всевозможные камни. Ну да, интересно, что это такое. Может быть, просто для украшения. Вот часы тоже интересные. Множество различных. Малпа чудесная. Ага, сколько она стоит. Ну, это вам по 225 фунтов. Потому что она очень старая и очень популярная. Здесь английская. И вот эти столики. И вот это еще. Если сразу не заметили, обращаю ваше внимание на вот этот набор. Диван и два кресла. А мы продолжаем двигаться дальше. Все по тому же самому центру города Каус. Пожалуйста, смотрите по сторонам, друзья. Очень красивый этот город. Ну, а я продолжу свою историю. Я хотела рассказать вам о дне рождении. И вы знаете, у меня есть такая напоминалочка, очень интересная, в моем мобильном телефоне. И мне всегда выскакивает, сколько лет назад, в то же самое время, что у меня происходило. Ну, такая подборка, не зависящая от меня. И вот мне выскочила вот эта фотография. Ровно 13 лет назад я праздновалась день рождения. И Новый год вместе с Жаном Франсуа на Лазурном берегу Франции. Кто бы мог подумать. Ну, и я, наверное, бы и не вспомнила даже. Но вот понимаете, вот эти напоминалочки, может быть, даже иногда и хорошо, и интересно вспомнить. Вот это Канны, это как раз вот мой день рождения, январь месяц. Поразительная история. Я никогда бы не могла подумать, что я попаду в такой рай. И там у меня, конечно, полностью снесло крышу. И до сих пор я в великом восторге именно от Франции и Лазурного берега. Ну, это и понятно. А потом мне всплыла вот эта фотография. Это, как вы понимаете, Архангельск. И это тоже день рождения. Но только уже ровно 20 лет назад. И посмотрите, как говорится, есть с чем сравнить. Здесь минус 30 мороз. И это у нас 2 часа дня. Посмотрите, какая темная полярная ночь. Вот, друзья, вы знаете, я бы, конечно, показала больше вам фотографий. У меня фотографий огромное количество. Но, к сожалению, я не взяла их сюда с собой. А вот такие вот случайные, которые как-то попадают, они, может быть, не очень хороши. Есть намного лучше. Но, возможно, в следующие какие-то разы, когда я буду там у себя на родине, в Новочеркасске, я эти фотографии пересниму на магнитные носители и вам покажу, если вы желаете, друзья. Так вот, день рождения. Говорят, что как раз вот эта вот дата, дня рождения, где-то несколько недель до дня рождения и несколько недель после, идёт полный спад физический, эмоциональный. Вот такая синусоида, наверное, знаете, бывает, рисуют. И эта синусоида как раз полностью внизу на день рождения у каждого человека, в эту дату. Ну и вообще, как-то последнее время, вы же знаете, чем больше эти цифры наши, трёхзначные почти уже теперь, тем как-то грустнее вообще этот праздник. Ну, знаете, опять же, говорят, что возраст – это только цифра. Этому меня научили англичане. The age – it's just the number. Говорят здесь всегда. Поэтому, наверное, я не очень, даже и не хочу озвучивать уже эти жуткие цифры трёхзначные, я сказала. Единственное, что вот день рождения как-то, наверное, всё-таки правильно то, что приходится переосмысливать вот этот вот период своей жизни. И когда вот такие всплывают подсказки, то невольно начинаешь сравнивать, вспоминать, задумываться и всё это анализировать как-то. Хотя, вы знаете, это дело неблагодарное, воспоминания все эти. Может быть, даже они и ни к чему. А может быть, наоборот, интересно вспомнить и проанализировать свою жизнь. Вот я, кстати, вспоминаю, как интересно получилось у меня. Вот смотрите, я родилась перед Татьяниным днём. У меня день рождения 23 января, а 25, как вы знаете, Всемирный день студентов, Татьянин день. И получается, что сам Бог велел назвать бы меня, конечно же, Татьяной. Но получилось так, что старшая моя сестра, которая меня старше на два с половиной года, она декабрьская, никакого отношения к Татьяниному дню не имеет. Но, тем не менее, её назвали Татьяной. Тогда это имя было очень популярным и модным. И вы знаете, уже когда я родилась через два с половиной года, именно в Татьянин день, то имя было занято. И вообще как-то получилось, вы знаете, со мной, я вот вспоминаю, во-первых, потому что у меня была уже сестра, то, конечно же, мои родители хотели мальчика. И для мальчика придумали имя. Его хотели назвать Юра. Вот тогда УЗИ не было, вы знаете, поэтому определить до конца, кто родится, было невозможно. Ну и когда родилась очередная девочка, то есть я так и вспомнила, друзья, фильм «Помните, любовь и голуби?» И как назвали девчушку? Рыз Максимна назвали девчушку. Так что вот, я имя уже потеряла при рождении. И меня назвали просто как-то случайно совершенно, не выбирая имя. Ну вот просто, наверное, первое попавшееся мне тогда записали в свидетельство о рождении. Да и то это было, наверное, больше, чем через несколько месяцев после моего рождения. Я была безымянная. Им говорили все всегда, девочка плачет. Если я плакала, ну я была на удивление еще и спокойной. И вот вроде бы как я вам все это за смехом рассказываю, но как-то иногда мне и не смешно, потому что оказалось, что я родилась никому не нужной, а это, как вы знаете, потом отпечатывается на всю жизнь. Кто его, конечно, знает? Ну вот, вы знаете, даже такая интересная история, что я помню, когда уже стала интересоваться собой, как, да что, я стала искать свои детские фотографии, фотографии, когда я маленькая. Сейчас же вы знаете, как только родился ребенок, там его всяко-разно фотографируют. Ему месяц, два, три, четыре, пять. Вот я свою дочку Дашу тоже фотографировала. Каждую неделю, Господи! А у меня оказалось, самая первая фотография, это уже когда мне было, наверное, два или три года. Вот как-то так. Хотя фотографии моей сестры, младенцем, маленьким, как она делала первые шаги, и все-все-все, все это у нее есть. А вот мной не интересовались. Первая моя фотография, сейчас покажу. Субтитры создавал DimaTorzok